Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка-малинка 2 обзора. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, друзья мои, последние сводки с полей. Сейчас с вами обсудим и Лелькины видосы из телеги, а также ее сегодняшний стрим, на котором она, собственно, в данный момент еще сидит. Обо всем, как говорится, по порядку. Разболелась Лелька, да, я уже вчера об этом рассказывала, горло болит. Все, друзья мои, все носятся вокруг поберухи. Баба Надя тут же приготовила Лельке окрошку. Лелька говорит, да, так захотелось. Ну, понятно. Баба Надя готовит. Значит, Женька-медалистка ее отправили за лекарствами. Ну, а поберуха решила пойти еще дальше. И в телеге, друзья мои, опять. Не опять основа, как говорится, просит за нее молиться. Мол, помолитесь за меня, сильно заболела. Обратите внимание, это у нее запись в телеге в 7.30 утра. Половину восьмого, да? А в 7 вечера вот эта вот та самая, которая просила помолиться за нее, ну, типа, очень сильно заболела, да? Она, знаете, уже в нормальном абсолютно состоянии выползла, вышла на стрим и сидит на стриме. Вот, знаете, мне просто интересно, интересно, у Лельки действительно вот все в порядке с головой? Или у нее действительно какие-то в этом плане проблемы? Неужели она вообще не понимает, да, в каких ситуациях люди просят, чтобы за их здоровье молились другие люди? Ну, или за здоровье их родных и близких молились люди, да? Вот, ну, нельзя никак бросаться такими словами на ровном месте. Что значит молитесь за меня? Блин, да у тебя всего-навсего заболело горло. Что в этом такого? Это не смертельно, как говорится, да? От этого еще никто не умирал. Что в этом такого? Ну, заболело горло. Ну, охрипло, да? Что-то там у тебя там произошло, не произошло. При всем при этом, ребята, она даже сама не знает, что у нее случилось. Возможно, и ничего. Но Лельке надо было сегодня обязательно, конечно же, быть больной. Да, друзья мои. Все все прекрасно понимают, да? Но поберуха прям устроила вообще вот все, молитесь за меня. Ну, вообще вот, честно, я даже, я не понимаю, насколько можно вот так вот просто кидаться словами, да? И люди ведь прекрасно понимают, что да, когда человек находится при смерти, когда какая-то сложная операция предстоит, когда какие-то заболевания страшные, тогда молятся за людей. Ну, не просто так, потому что у тебя заболело горло. Причем ей там в чате начали писать уже на стриме. Оля, а может быть у тебя все-таки вот ты так вот простыла, потому что ты была практически раздетая, когда ты ездила в автосервис, в автосалон. Она так, знаете, сидит спокойно, пожимает плечами, говорит, да все может быть. Смотрите, вот у меня, честно, складывается в последнее время такое впечатление, ну, вот с тех самых пор, когда она показала вот эти две полоски, что она делает абсолютно все, лишь бы у нее вот никакого ребенка не было. Ну, правда, ну, правда, ребят, это вообще какая-то ненормальная ситуация, да? Она носится без конца раздетая, потом рассказывает о том, что ой, ой, я плохо себя чувствую, ой, я приболела. Блин, ну, когда ты ответственен не только за состояние своего здоровья, но еще и носишь под сердцем своего ребенка, да ты будешь вообще просто беречь себя, да, лишний раз, как говорится, не подвергать себя какой бы то ни было опасности, потому что, ну, потому что ситуации бывают разные. А здесь, тем более, ты в ответе уже не только за себя, но еще и за ребеночка, пусть который еще не родился, но в любом случае. Не, ребят, носится как ненормальная, то телят таскает, то носится, то голая, то раздетая, то всяко-разно. И вот как-то ей все абсолютно нипочем. Такое, правда, впечатление, что она вот, ну, нисколько не беременна и нисколько она не переживает. А если она беременна и вот подобным образом позволяет себя вести, то, значит, у нее точно не все дома. У нее действительно с башкой просто полнейшая беда. Что касается ее стрима, ребят, это вообще какой-то кошмар. Это просто какой-то ужас. Во-первых, 25 минут все висело. Я сидела и думала, блин, ну, перезагрузить-то уже нормально, да. Она пыталась перезагрузиться, у нее ничего не получалось. 25 минут она просто мучила людей вместо того, чтобы выйти, да, ладно, вообще бы вышла бы и так далее. Ну, я прекрасно понимаю. Поберуха сидела, сидела до победного, ей так хотелось денег. Конечно, я верю в то, что ей не хочется сидеть на этих стримах, да что ей там самой ничего не интересно, да. Просто, конечно же, она прекрасно понимает, что если она не посидит на стриме, соответственно, никаких денег она не заработает. Поэтому она до победного мурыжила людей практически, ребят, на протяжении 30 минут, да, получаса. Представляете, все сидели. Ну, ее, значит, хомяки, они писали, Оля, мы до последнего, до победного будем сидеть и ждать тебя. Ну, да, ну, да. Вот, действительно, у Лелькиных хомяков забот и хлопот нет абсолютно никаких. Те готовы до глубокой ночи сидеть в ожидании, когда же Лелечка выйдет на стрим. Пока она, значит, там все пыталась перезагрузиться, не тянул интернет. Чат жил своей отдельной жизнью, там уже все перегрызлись. Я смотрю, в этом чате вообще никакой вопрос задать нельзя, да, ничего спросить нельзя, там сразу же все. Сразу же всех начинают обвинять в чем-то в том, что ты все обязательно там вместе против Лелечки и так далее. В общем, ребят, я смотрю на Лельку, мне смешно. Она пытается, значит, перезагрузить интернет. Глаза наглые, глаза бегают из стороны в сторону. Конечно же, Лельке было охота денег. Но, да, Лелька все-таки сумела, друзья мои, все наладила, так скажем, весь свой вот этот вот момент, ну и начала уже рассказывать и показывать. И как обычно, знаете, несмотря на то, что название стрима как раз-таки было про суд, про то, что вот она должна деньги за этот мусор, я думаю, все помнят прекрасно, да, предыдущий ее стрим, Лелька начала, как всегда, не с этого и вообще бы этого бы даже не коснулась, и коснулась только спустя час, когда ей задали вопрос, а, собственно, что вообще с темой, да, с темой по стриму-то, что? Лелька вообще начала не с этого. Она начала демонстрировать нам щенков, нацеловывать их. Там Женька, кормящая медалистка этих щенков, принесла. Она, мол, покупайте. У нас всего двое осталось. Тут же про своих коз, еще про что-то, про свое хозяйство. Короче, ребят, как всегда, все из поля и с моря, и в итоге, знаете, смысла в смысловой нагрузке нет абсолютно никакой. Про Женьку, кормящую медалистку, сказала, что Женька учится заочно. Вот мне интересно, а что тогда она тогда училась, непонятно что, да? И сейчас якобы учится заочно. Я вообще очень сомневаюсь, что Женька где бы то ни было учится, потому что она постоянно торчит у Лельки. Далее начала рассказывать, ребят, как ее хотели поиметь. Ну, не в плане как женщину, нет. Не в этом плане. А ее хотели, значит, вот бедную, несчастную, ее аферисты, да, представляете, да? Аферюгу аферисты хотели поиметь и чуть было не поимели. Начала рассказывать про некого работника из Таджикистана, который без документов свалился ей буквально, знаете, как мешок на голову, да? Да, и она говорит, я приехала, а возле дома, короче, стоит, ну, или приехала, или не приехала, или она дома была, не суть важна. Она говорит, вот, а он нарисовался уже, значит, мы с ним, говорит, переписывались, перезванивались, там созванивались. И, говорит, нарисовался мужчина некий, значит, с сумкой, уже пришел к ней устраиваться на работу. Оказалось, мужик без документов, без патента, без всего. Лелька прекрасно понимает, чем это чревато, какими последствиями, да, и не только для работника, но и для того, кто его нанимает, там большие, огромные штрафы. Но дело не в этом. Короче, там была какая-то длинная история, длинная глиматья. В итоге Лелька поняла, что вот как раз-таки, да, она бы могла бы там, значит, заплатить за него деньги, какие-то штрафы ему оплатить. В общем, она говорит, представляете, меня хотели, меня хотели обмануть, меня хотели поиметь. Говорит, вот какие есть наглые люди. Да, поберуха. Ну, ты знаешь, вот мне смешно, ребят, да, сама в наглую имеет абсолютно всех, сама в наглую вводит людей в заблуждение, сама в наглую тырит у них деньги и тут же рассказывает о том, представляете, какие есть, типа, вот такие вот бессовестные люди, которые были готовы поиметь меня, но у них это не получилось. Ну, Лелька уже готова была взять этого мужика, говорит, а вдруг бы что-то получилось. Лелька, надеюсь, 12-го бы не получилось, ребят, но не тут-то было. Я, знаете, сразу вспоминаю комментарии, которые часто пишут ее хомяки на моем канале, что просить, мол, не стыдно и не зазорно. Вы знаете, во-первых, просить тому, кто в состоянии работать, да, это в моем понимании, это действительно стыдно. Если ты в состоянии работать и просто сидишь с протянутой рукой, то, понятное дело, просить проще, нежели работать, да. Другое дело, люди там, пенсионеры, которые уже по состоянию здоровья не могут работать, люди-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут работать, здесь абсолютно другие моменты, да. А вот когда ты можешь работать и когда ты работаешь и зарабатываешь деньги, но при этом дуришь людей и вводишь их в заблуждение, это другое. И потом, еще есть такой небольшой моментик, да, я бы сказала, попросить один раз, да ее бы никто не склонял бы по Ютубу вдоль и поперек и не назвал бы ее поберухой и попрошайкой, да, ютубовской. Другое дело, когда ты уже в наглую усаживаешься каждый божий день на каждый стрим и говоришь, вот прям, знаете, как по списку, да, озвучиваешь так, сегодня мы сдаем, значит, на помощников, так, завтра мы будем сдавать на то-то, то-то, послезавтра вот на еще на одно и так далее по списку. Вот это уже наглость, это уже бесстыдство, это уже просто, вот знаете, вот просто наглая морда. По-другому я про нее не скажу. Действительно, наглая морда. Ну и спустя час, ребят, разродилась. Ничего нового, ничего интересного сказано не было абсолютно. Ей напомнили, сказали, слушайте, а так по поводу названия стрима-то, да, говорить-то будем, она, ой, а я уже и забыла. Конечно, ты привыкла нести всякую ахинею. Хоть бы раз подготовилась к стриму, хоть бы раз что-то интересное своим зрителям рассказала. Блин, я не знаю вообще, вот я говорю, это стрим, это общение блогера со зрителями. Неужели тебе нечего рассказать? Вот просто какие-то истории жизни, да, всегда есть, какие-то смешные, веселые, интересные моменты. Даже в течение дня бывает что-то вот такое интересное, что есть рассказать. Вот, да, вот если бы была бы возможность, я бы столько всего рассказала, но я, опять же, не влоговый блогер, да, я делаю обзоры, а здесь человеку даже рассказать нечего. И она мурыжет, ему солит одно и то же каждый божий день. Про своих вот этих вот мужей, про которых мы уже, нас ночью разбуди, я говорю, мы уже, да, уже все помним. Про своих этих детей, про свои вот эти роды, еще про что-то. Боже мой, ну ничего нет у человека интересного. Ничего, вот понимаете. Ну, короче, что она сказала? Да, разродилась и говорит, ой, вы знаете, мне, говорит, конечно, не нравится жить, находиться в долгах. Лёлька, мы помним, да, ты говорила о том, что вообще грех, грех брать кредиты. По этой причине, видимо, ты решила брать кредиты, в том числе и автокредиты, да, и перекладывать их тут же на плечи своих ведроголовых хомяков. Да, бы они платили. Молодец. Ну и что? Она говорит, вы знаете, мне, говорит, все-таки посоветовали, что надо, конечно, все эти задолженности по мусору оплатить, и потом, значит, с этой платежкой отправиться, поехать к приставам, чтобы там все у нее было хорошо и так далее, да. Она говорит, ну так получилось, что вот я заболела, и, конечно же, к приставам я отправиться не смогла, но, говорит, я оплатила даже больше. В итоге, вы знаете, она так все это подытожила и говорит, все хорошо, но, говорит, опять у меня появились незапланированные траты. Ребят, я слушать это уже больше не могу. Вы понимаете? То есть на прошлом стриме она волосы на заднице рвала и рассказывала о том, как все плохо. Какой же козел этот, Женни Б. Да вот этот долг по мусору, как ты могла этого не знать? Мне просто интересно, оплачиваешь-то ты сама все остальное, да. И в этой же квитанции у тебя должно быть это. Ребят, я вот, знаете, я понимаю, я вот не касаюсь, да. У меня муж оплачивает полностью все коммунальные услуги онлайн. Он этим занимается. Я вообще, не в зуб ногой, я вообще этого момента не касаюсь. Вот просто не касаюсь и все. То есть у меня он вот этими всеми моментами занимается, да. Все, что касается, надо там мастера вызвать, там ремонт сделать, там еще что-то. Это все, это все на плечах мужа. У меня свои задачи, у него свои задачи. Я этого не касаюсь. Ну ты как могла этого не знать и не видеть вот эту графу за мусор, когда ты все равно за все остальное платишь. Да какая разница, на кого был оформлен лицевой счет. Тем более она сама говорит, я же все это переоформляла, конечно. Ты же все это переоформляла. То есть она взяла на пустом месте, да, из воздуха создала проблему на ровном месте и прям целый стрим нам предпоследний, да, там рассказывала, там, Женя бы козел, да он такой, да он урод, да он то, да он все, да я вот тут попала на деньги. Ну потому что ей опять надо было создать вот эту ситуацию, при которой ей опять все должны срочно накидать денег, да. Причем обещала, что она обязательно с этой проблемой разберется сама. Поберуха, ну надо думать, учитывая те самые моменты, да, что ты и так имеешь с людей столько денег, что уж какие-то там копейки можешь ты, собственно, и сама заплатить. Но в итоге она сказала, что все равно все хорошо, но у нее, видите ли, появились незапланированные траты. Это незапланированные траты. Это твои косяки, которые ты должна была оплачивать вовремя, да. Незапланированные траты, это когда ты не ожидаешь, и у тебя вдруг, бац, полетел холодильник, или бац, полетел телевизор, или сломалась стиральная машинка, или сушильная машинка полетела, или кондиционер накрылся, да. И это действительно незапланированные траты. А то, что коммунальные услуги, и все вот эти вот платежки, да, все эти платежи, которые ты должна оплачивать, это твоя обязанность, поскольку ты всем этим пользуешься. В общем, ребят, стрим ни о чем, я его до конца еще не досмотрела, продолжение, конечно же, следует. Всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.